Разведка морем ИЛ-38Н заступили на боевое дежурство в Арктике. 28 мая 2019 года известия. Разведка морем ИЛ-38Н заступили на боевое дежурство в Арктике. Источник изображения, фото, ТАСС, Александр Тарасенков. Северный морской путь теперь находится под контролем противолодочных самолетов Тихоокеанского и Северного флотов. На ежедневное патрулирование заступили ИЛ-38Н на Вело. Самолеты контролируют действия кораблей и подводных лодок, находящихся поблизости от этой важной транспортной артерии. Россия обеспечивает контроль над торговым маршрутом, по которому в перспективе может перевозиться до половины евроазиатских грузов. Северный морской путь теперь находится под контролем противолодочных самолетов Тихоокеанского и Северного флотов. На ежедневное патрулирование заступили ИЛ-38Н на Вело. Самолеты контролируют действия кораблей и подводных лодок, находящихся поблизости от этой важной транспортной артерии. Россия обеспечивает контроль над торговым маршрутом, по которому в перспективе может перевозиться до половины евроазиатских грузов. Как рассказали известиям в главном штабе ВМФ, решение о постановке на боевое дежурство противолодочных самолетов было принято в начале года. ИЛ-38Н на Вело находится на авиабазе Северного флота и двух смешанных полков Тихоокеанского флота. Весные учения по патрулированию арктического региона были проведены со смешанным Камчатским авиаполком. Группа противолодочных самолетов совершила перелет в район Северного Ледовитого океана. Пилоты выполняли задачи по поиску и классификации воздушных целей, надводных кораблей и подводных лодок. Слежение и сопровождение велось с применением радиолокационных и гидроакустических средств. Задача была максимально усложнена, полеты проходили без наземных радиотехнических средств навигации. Постановка в Арктике на боевое дежурство ИЛ-38, которое имеет мощные комплексы аптекоэлектронной и радиоразведки, «Вполне логично, самолеты будут снабжать войска актуальной информацией, собранной в этом важном для России регионе», заявил известием бывший командующий 4-й армии ВВС и ПВО, герой России генерал-лейтенант Валерий Горбенко. «Навелы способны обнаруживать воздушные и надводные цели на больших дистанциях», рассказал эксперт. «Самолеты будут выявлять цели, идентифицировать их и передавать информацию на командный пункт. В случае необходимости объекты будут перехватывать и уничтожать. При необходимости Северный флот готов к круглосуточному боевому дежурству. Для этого есть все возможности», считает экс-начальник главного штаба ВМФ, адмирал Валентин Селиванов. «Боевое дежурство ведется разными способами. Один Ил-38 может заменять другой, то есть целыми сутками в воздухе будет постоянно находиться хотя бы один самолет-разведчик», рассказывает эксперт. «Можно организовывать периодические вылеты, например подниматься в воздух на несколько часов в сутки или пускать самолеты по маршруту развертывания судов или на определенном участке. Это дело тактики». Ил-38 – это основный российский противолодочный самолет. Его предназначение – наблюдать за надводной и подводной обстановкой. Самолеты этого типа возможно использовать и для наблюдения за ледовой обстановкой. В настоящее время Ил-38Н на Велле модернизируется. Благодаря современным техническим решениям в несколько раз повышена эффективность самолета при выполнении патрулирования в морской и океанической зонах. Современное оборудование позволяет обеспечить одновременное сопровождение нескольких десятков воздушных целей на дальности до 90 километров, а надводных кораблей и судов до 320 километров. Ил-38Н и Веллы могут быть задействованы при преследовании подводных лодок, постановке минных заграждений, а также в поисково-спасательных операциях в Северном Ледовитом океане и экологическом мониторинге водной поверхности. Право на данный материал принадлежат известиям. Материал размещен правообладателем в открытом доступе.